Рак молочной железы молодеет. Сегодня этому заболеванию подвержены не только женщины, находящиеся в менопаузе. Предсказать возникновение опухоли достаточно сложно. Конечно, если у девушки в роду были такие случаи, то и вероятность заболеть у нее выше. Но причины пока до конца не изучены. Факторы, которые не зависят от наследственности, травмы молочных желез, то есть при ударе. Пациентки чаще всего не хотят обращаться. Ну, я же ударилась, оно просто твердое таки осталось. Это тоже очень неблагоприятный фактор. Некоторые формы мастопатии, узловая форма мастопатии, это не является фактором того, что 100% будет рак, но этих пациенток мы наблюдаем более тщательно. Именно профилактика и забота о своем здоровье – самый верный помощник в борьбе с раком молочной железы. Отсутствие желания или элементарный страх приводит к тому, что заболевание выявляется поздно. Врачи рекомендуют как минимум раз в два года посещать специалистов и делать УЗИ. А с 40 лет пациенток направляют на маммографию. Чем позднее мы приходим, тем неблагоприятнее будет исход, потому что опухоль делится быстро, как уже сказала, и риск петостазов, соответственно, увеличение стадии прогноза резко падает вниз. Важно заниматься и домашними наблюдениями за своей грудью. Особенно это касается женщин с более внушительными размерами. Женщина с 5 по 10 день менструального цикла должна заниматься самообследованием. Желательно делать это перед зеркалом. Где-то деформация или грудь стала больше. То есть опухоль располагается внутри и, смотря на себя в отражении, мы можем заметить какое-то изменение визуальное. Ну и, естественно, самообследование пальцевое, то есть круговыми движениями мы исследуем всю молочную железу. При всем этом сегодня рак молочной железы не приговор. Разумеется, если выявить его удалось на ранней стадии. В современной медицине существует масса методов лечения опухолей. Рак молочной железы на первой и второй стадии без метастазов. Пятилетняя выживаемость у пациенток может достигать 90%. То есть пятилетняя выживаемость – это не значит, что через пять лет все плохо. Ну просто, скажем так, у нас меряется пятилеткой. Пациентка не спрогрессирует, не погибнет за это время. При нынешних возможностях, когда каждому доступна диспансеризация и бесплатная медицина, здоровье женщин в их собственных руках. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.